Здравствуйте! Всем доброго времени! Продолжаем изучать Евангелие по Иоанну, глава 9. Очень хотелось бы от вас размышлений и вопросов. И хорошо бы комментарии этих вопросов и размышлений писать в Ютубе, так, чтобы их видела более широкая аудитория. Итак, «И проходя, он увидел человека слепого от рождения». Мы помним, что предыдущей главой Христос говорил о том, что он есть свет, посланный миру. И мы разговаривали, осуждали с вами, что это значит, что это за свет. И вот как продолжение этой темы, которая является красной нитью во всём Евангелии от Иоанна, что «Я есть свет, который был от начала сотворения мира. Не тот свет, что даёт светильники, лампы, луна, солнце, а свет нетварный, который ведёт человека в его вечное существование». И вот он встречает физически слепого человека, которому от рождения невозможно видеть солнца и другого света. И спросили его ученики, говоря, «Рави, кто согрешил, он или родители его, кто слепым родился?» Всегда было такое учение у иудеев, оно и сейчас есть, что любой грех – это именно… То есть любая болезнь, любое несчастье, увечие – это порождение следствия греха. Мы видим в книге Иофф, что Господь разгневался на тех, кто так думает, на друзей Иоффа, что нет такой прямой связи, и она не улавливается. Да, конечно, грех – это часто ведёт за собой и страдание. Почему не? Не потому, что это наказание за грех, а потому, что именно исправление пути, ибо в страдании мы начинаем славить, обращаться к Богу, желать Его. Видим всю историю израильского народа. Так повторялось это с такой последовательностью, что даже удивительно, как мы вообще не видим эту закономерность, что Господь даёт нам испытания для того, чтобы мы к Нему обращались, к Нему, живому Богу. Потому логика такова у учеников, что если он в таком состоянии, значит, он уже успел каким-то образом нагрешить. Как он успел нагрешить, когда он родился уже слепым? Значит, тогда его родители нагрешили до такой степени, что у них родился слепой ребёнок, и этот грех родителей распространился и на него. Вот такова была их логика, и они хотели ответа. Здесь есть ещё непонимание, которое свойственное нам в том, что первородный грех – это не личный грех. То есть за первородный грех, грех Адама и Евы, мы не несём ответственности. Мы не несём только результат этого греха. Вот это наши духовные увечья. И так как в русском языке одно и то же слово «грех» используется, часто мы тоже в этом деле путаемся. Мы не ответственны за грех Адама и Ева, но мы несём на себе следствие этого греха. Здесь можно привести пример. Если, например, родители алкоголики, у них рождается ребёнок, инвалид, и он не виноват в том, что они алкоголики, но он, увы, несёт последствия их алкоголизма. Поэтому вот эта прямая апелляция к тому, что если человек болен, инвалид, или что-то с ним случилось, то вот это всё следствие его греха. И этой прямой вот такой кальки здесь, конечно, нет. Неоднократно Господь нам говорит в своём Писании об этом. Нет такой прямой связи. Никогда её не было. И мы не можем часто понять, по какой причине происходит с нами то или другое. Но мы должны стараться это понять, обращаясь к Богу, и понимать, простите за автологию, что любое действие, которое с нами происходит, мы чувствуем в руку Бога, что это всегда связано с нашей жизнью на этой земле. Поэтому надо её рассматривать, изучать пути свои, и смотреть, как, куда, и что я иду вообще, для чего. Это очень важно. Ответил Иисус. Не он не согрешил, не родители его. Но это для того, чтобы явить славу Божию, чтобы было явлено Божие дела, дела Божьи на нём. Конечно, здесь ни в коем случае не говорится о том, что люди безгрешны. Не об этом идёт речь. Каждый человек греховен. О том, что вот это событие, слепота, не является именно следствием греха родителей или его личного греха. Так, чтобы дела Божьи были явлены на нём. Мы часто это видим в Писании. Помните о Лазаре, о исцелённом Лазаре, вернее, о воскрешённом, исцелённом от смерти, можно сказать. Тоже Господь не торопился прийти для того, чтобы дела Его, свет этот, был явлен человеку. Какой свет? Божественный. Вообще, каждый человек, какой мы можем сделать вывод, изучая Слово Божье, создан для того, чтобы на нём была явлена слава Божья. Вот нам всегда есть время задуматься. А живём ли мы так, чтобы Бог мог явить в нас, в нашей жизни свою славу? Всегда здесь, видите, идёт опять-таки речь о свете. Я есть свет. О нетварном свете, сказал Бог. И вот в этом свете здесь идёт речь. Пока ещё день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал нас. То есть мы можем их совершать, мы должны их совершать, пока день не кончился. Что это значит? День, свет называет таким образом свой приход на землю Христос, как говорят нам толкователи. И вот это время, пока он на земле, это день. И вот в это время мы должны совершить все дела тех, которые заповедовал тот, кто послал Христа, тот, кто послал меня. То есть Отец Бог. Но ступит ночь. То есть я уйду из этого мира. Он говорит сейчас, апеллирует к тому дня, когда будет его смерть, и смерть учеников также. И тогда уже никто не сможет ничего делать в этом свете. Что имеется в виду? Что значит никто не может? Разве мы сейчас не можем ничего делать? Речь идёт о том, что Господь принёс прямо на землю этот свет. Свет – это учение Его. Тара. Это закон Божий. Это заповеди. Я Его вам даю, и вы Его понесёте людям. И если я вам её не даю, если будет ночь, и вы ещё не успеете принять моё учение, то есть меня не будет, не будет с вами вот этого разъяснения, этого учения, этого света, который вас поведёт по пути, то вы уже не сможете ничего делать. Что можно делать в темноте? Вот этот свет, за которым мы идём, мы видим дорогу. И куда идём? Указывает нам свет. Ну, представьте себе абсолютную мглу и тьму. Об этом говорит Христос. Если вы не будете в моём свете, если вы его не воспримете сейчас, как вы пойдёте, если не будет никакого света? Вы не видите ни дороги, ни пути, вы не видите ничего из того света, который я вам даю. Вот дальше мы видим разъяснение самим Христом. Пока я в мире, я свет миру. Здесь идёт двойное, можно сказать, смысл, если не говорить более глубокий, но то, что прямо на поверхности. То есть я пока здесь на земле воплоти, вы можете воспринять меня, уверовать, те, кто не мог уверовать иначе, познать моё слово и тот закон, который вам несут, тот новый закон. Закон на самом деле новый не потому, что старый есть, а вот этот новый. А тот закон, мы уже много раз говорили, который является следующей ступенью Царства Божия в горный мир. Вы его можете познать, потому что я сейчас его даю. Настала полнота времён, когда я могу прийти и его вам дать. Ведь не каждому человеку, не в каждом возрасте можно что-то дать. Маленькому ребёнку вы не объясните квантовую механику. И как говорит Феофилак болгарский, если младенцу пристойно сосать грудь, то взрослому мужу это непристойно. К чему я это говорю? К каждому в моменту своё время. Вот сейчас совершилась полнота времён, как мы читаем в Писании. Пришёл сам Сын Божий на землю, принёс свет прямо на землю, себя, своё слово. Мы уже много раз говорили, что я есть свет, я есть слово, говорит Христос. Говорит Бог вообще во всём Писании. Мы видим это пояснение. Тараор – это свет на иврите. И тара так же называлась и хлебом. И, естественно, это слово. Всё – единая цепочка. Она неразрывна. Я свет миру, поэтому если меня нет, я только тогда для вас, когда вы познали Бога единого, мы читали до этого, помните, кто верует в Бога единого, тогда ему открывается Сын Божий, иначе не бывает. И вот тогда вы видите тот свет, на который вы можете идти. Тогда ваша дорога освещена, иначе вы находитесь во тьме, даже если вам кажется, что вы куда-то идёте, освещаясь собственными, так сказать, шишками на лбу. Дальше мы видим удивительность совершенно. Вот читаем события. Иисус сказал это, плюнул на землю, смешал слюну с землёй и помазал ею глаза слепому. Удивительное действие. Кажется, зачем их делает Христос? Ведь ранее он совершал чудеса, не делая никаких даже физических усилий, актов, скажем так, видимых. Здесь очень важный глубокий смысл. Мы скажем только о некоторых лежащих моментах на поверхности, потому что толкований может быть много. Их действительно много. Здесь момент таков, что Господь даёт нам такую аллюзию к сотворению человека, созданного из праха. Кто создал человека из праха? Бог. Кто может с него снять грехи? Только Бог. Кто может дать свет человеку? Только Бог. Кто может дать увидеть этот свет, открыть глаза человеку? Только Бог. Поэтому, когда человек был создан из праха, он ещё был глиняным человеком. Но после того, как Бог дунул в него жизнь, дух он стал человеком, говорящим, как нам пишет Писание. Потому что именно говорящим. Потому что хава с древнего иврита ещё переводится как говорящая, не просто дающая жизнь, а говорящая. Человек становится говорящим, значит, человеком. Правда, женщина до сих пор такая. Есть говорящие часто. Но вот стать человеком, у нас не обязательно, если ты говоришь, что ты уже стал человеком. Но это так, игра слов. Итак, теперь мы видим акт прозрения человека в мир божественный. Ещё говорят нам медроши, дражи, древние толкования, что когда Адам и Ева пали, у них открылись глаза. Помните, они съели плод, у них открылись глаза. Удивительно, а что они до этого были закрыты? Глаза-то у них открылись в мир иллюзий, созданных самим человеком. В этом мире иллюзий и образ Бога очень искажён. Мы уже видим у Каина, когда он Бога воспринимает как своего напарника по работе. И мы искажаем образ Бога, мы постоянно уходим в этот мир иллюзий. Открывает нам глаза в божественный мир, в истинный мир, в естественный мир Бога. Сам Бог при нашем желании. Вот здесь из праха воссоздан человек, который увидел истинный свет. Он увидел первым кого? Христа, естественно. Потому что он стоял напротив него. Этот акт ещё говорит о том, что Христос стоял рядом, касался этого человека, чтобы не было других каких-то впечатлений от того, что он прозрел, потому что там что-то ещё было совершено. Нет, именно какие-то действия или кто-то там молитвы какие прочитал. Нет, именно Бог стоит напротив этого человека. Он его касается, он мажет ему глаза и открывает их в истинный свет божественный. Здесь идёт игра и слов, и значение понятия. Он действительно был слеп и прозрел, но он был и духовно слеп и прозрел физически, и прозрел духовно. А теперь иди умойся в бассейне с Силуам, сказал он слепому. С Силуам, значит, посланный. Вот здесь даже сам Иоанн даёт нам понимание. Не просто так он приводит это название, этого бассейна, потому и даёт его значение. Слепой пошёл, умылся, вернулся, зрячь. То есть здесь ещё о чём идёт речь? Во-первых, синергия. Господь нам являет эту синергию. Вот этот вот сделаем по образу, простите, по подобию, по образу сделает Бог, по подобию будет делать Бог и человек вместе. Человеку дан этот рост, он должен расти к тому, чтобы быть подобием Бога на земле, конечно, с маленькой буквы. И вот здесь он должен пойти, это слепой, сделать часть своей работы. И кому? Посланный. Здесь идёт ещё аллюзия на Христа, посланного Отцом, Сына Божьего. И этот посланный, когда он бывает в его источнике, к нему возвращается зрение и физическое, и, естественно, духовное. Здесь идёт прямая аллюзия к духовному и физическому зрячему. Почему мы это можем так воспринять? Мы видим у апостола Павла, второе послание к Коринфянам, когда он говорит о параллели между духовным и физическим зрением. И вот мы читаем, если же и закрыто благословение наше, то есть то, что мы несём от Христа, говорит Павел, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не висеял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог света сего – это вот наша суета, вот этот искажённый образ Бога, который ослепляет нам умы, и мы не видим сияние истинного света, истинного Бога. Вот ослепление ума – это идёт тоже такая же параллель слепоты, физической слепоты духовной. На примере физической слепоты дан пример слепоты духовной. Далее читаем. Соседи его и те, кто раньше видел его просящим милостыню, спрашивали. Разве это не он сидел и просил милостыню? Ну, понимаем, что слепорождённый человек, у которого вообще отсутствуют глаза и глазные, яблоки вообще, нервы глазные, ему невозможно вернуть вот так зрение. Поэтому народ поражён. Одни говорили, что это был он, другие говорили, да нет, он только похож на него. Исцелённый же сам говорил, это я. То есть он свидетельствовал о себе. Это было тоже очень важно. То есть я был слеп, а сейчас прозрел. Как же ты прозрел, спрашивали они. Он ответил, человек, которого зовут Иисус, смешал грязь и помазал мои глаза. Потом он сказал мне, пойди в Силуам и умойся. И пошёл, умылся и стал видеть. Посмотрите, какое поэтапное творение человека. Сначала создан он из глины, из праха. Затем Господь вдувает в него дух. И этим даёт ему возможность омыться от всякого вообще греха и самопочитания и прозреть к посланному, то есть ко Христу. Вот этот этап соблюдает каждый человек. Если он его не соблюдает, он не видит Христа. И тогда он идёт к посланному уже после всего этого создания Богом, Отцом, открытия глаз, то есть в мир божественный, духом, вдутым в него. В данном случае Бог касается его. Он делает этот поход своими ногами и прозревает во Христа. Где этот человек, спрашивали они. Я не знаю, отвечает исцелённый. Он не знает, куда пошёл физический Христос. Он знает, что он его исцелил. Далее бывшего слепца ведут к фарисеям. Ведут его к фарисеям этого бывшего слепца. Почему ведут к фарисеям? Фарисеи всегда, священники, должны были по закону устанавливать восторг и восторг и восторг То же самое мы видим и с проказой. Помните, когда Христос избавляет от проказа человека, Он говорит ему, иди десятерых, помните, идите, удостоверьтесь у священника, что вы выздоровеет. То же самое видим мы и в других случаях в некоторых. Дело в том, что это обязательное было правило, если человек выздоровляет, его выздоровление должны засвидетельствовать священники. Тогда ему выдаётся нужная бумага, чтобы он дали жил как здоровый человек в обществе. Здесь мы опять читаем, а была суббота в тот день, когда сделал смесь Иисуса, открыл ему глаза, сделал смесь. Почему это Иоанн? Уточняю, потому что нельзя было ничего делать в субботу. Посмотрите внимательно, ещё раз, мы уже об этом говорили. Христос без желания, без просьбы к Нему, человека, недугающего, больного, исцеляет в субботу часто. То есть это сама инициатива Бога, потому что этот день, суббота, тот день, который Бог заповедовал блюсти человеку. В этот день человек приближается к вечности. Суббота была седьмым днём, далее идёт вечность. Потому в субботу Христос творит чудо сам, не дожидаясь, что его об этом попросят. Потому что суббота называется День Господень, как, кстати, и тот День Господень, когда будет последний день на земле. Снова начали спрашивать его фарисеи, как он прозрел. То есть они всё хотят удостовериться, не верят. Может быть, он притворялся бы, в общем-то, не такой и слепой. Он же сказал им, смесь положил он мне на глаза и умылся, и я вижу. Вот оно действие. Господь дал ему эту смесь божественную, смесь земли и духа. Помылся он, как и положено, как делал Иоанн Крестителя, греха, покаявшись. И теперь он видит истинный свет, видит этой аллюзии не только на физическое зрение, но и на духовное. Сказали-то некоторые из фарисеев. Не от Бога этот человек, потому что в субботу не соблюдает. То есть чётко в Торе написано, кто в субботу не соблюдает, тот извергнется из народа моего, говорит Бог. Но в чём здесь но? Всё Писание, все пророки говорят о чём? О милосердии. Первый закон, о котором повторил Христос ещё раз, утвердив его как новый, это любовь и милосердие. Если они отсутствуют, то всё в жизни бессмысленно, потому что Бог сам есть любовь и милосердие. И они своими преданиями человечества за тысячелетия устранили закон Божий, потому что закон Божий гласит именно «возлюби ближнего своего». У них буква закона, вот эта вот физическая, стала на первое место, в чём их упрекает очень часто Христос. А другие говорили, как может человек грешный творить такие знамения, ибо между ними и было между ними разделение. Дело в том, что и грешники творили разные знамения. Помните, мы видим даже в Исходе, когда там знахари творили разные чудеса, которые творил Моисей и так далее. Антихрист явится, будет творить чудеса. Но эти чудеса не на исцеление человека, не на открытие ему глаз в свет. Они всегда несут другой характер. Те чудеса, которые творят, имя твоим мы сварили чудеса. Помните, мы читаем, Христос говорит, отойдите от меня, делающий беззаконие. Я никогда не знал вас. Это не исцеление человека, как правило. И никогда не может такой вот худесник, волшебник избавить человека от греха. Это делает только Бог. А истинное исцеление это избавление от греха. Вот здесь было между ними разделение. Очень важный момент разделение какое? На соблюдение физической формы, формализма и духовного содержания того акта, что сделал Христос. Он избавил человека от страданий и открыл ему глаза в мир горний. А другие спорят, что нет, это физический акт не может быть сделан на физической земле, нашу физическую субботу. Это разделение, оно до сих пор в наших сердцах есть. Это разделение на совершение каких-то обрядовых необходимостей и на милосердие. Если одно не вытекает из другого, то тогда вот здесь перед нами мы видим ответ Христа. Всё, что должно быть на первом месте. Что значит одно не вытекает из другого? То есть наше физическое действие не является собой милосердию к другим. Даже если мы считаем, что они очень правильные, они очень ритуальны. Если в них нет милосердия к другому человеку, то они, конечно, не являются Богу угодными. И вот ищут фарисеи свидетельства. Им необходимо, снова призывают бывшего слепого. Тогда снова говорят слепому бывшему. Что скажешь о нём ты? Он ведь открыл тебе глаза и тот, кто сказал, и тот сказал, он пророк. Пытали они его, пытаясь добиться, пытали, пытаясь добиться от него отказа, что он может что-то там сказать. Да, я, в общем-то, и видел и так далее. Очень давили на него в этом плане, чтобы он не повторил своего свидетельства. Он оказался очень упрям и небоязлив этот человек. Не поверили тогда иудеи о нём, что он был слеп и прозрел, пока не призвали родителей самого прозревшего. Никак они не могли уверовать в то, что можно вот так прозреть. Ибо тогда пришлось бы Христа признавать действительно мессией, чего ему очень не хотелось. Посмотрите, какое упорство. Тогда пришлось бы отказаться от всех своих навороченных грудой традиций и своей благополучной жизни и вообще своего придуманного образа Бога и учения, которое они наворотили за это время. И не спросили их. То есть, пока они их не призвали и не спросили. Ваш это сын, о котором вы говорите, что он родился слепым, то есть уже который раз они спрашивают. Как же он теперь видит? Хочется доказать свою правду. Так часто мы исследуем Писание, ищем там подтверждение собственным измышлениям и традициям, и логикам, они видим прямого слова Божьего, вот факт. Но они в него не верят и ищут подтверждение своей собственной веры. И ответили родители его и сказали, мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. Они ему говорят, просто факты. А как он теперь видит? Не знаем. Или кто открыл ему глаза? Мы не знаем. Его спросить, о взрослый сын о себе и скажет. То есть, они, конечно, не хотят говорить. Далее Иоанн сам поясняет, почему. Это сказали родители его от того, что боялись иудеев, ибо иудеи уже согласились между собой. Если кто исповедует его как Христа, то есть, Иисус исповедует Мессия. Христос – это Мессия, мы знаем, в переводе с греческого. Это посланник Божий, да, да, будет отлучен от синагоги. Некоторые пишут, что это приписка, но на самом деле она встречается и в самых древних рукописей. То есть, отлучение от синагоги, оно практиковалось. Я уже говорила в предыдущих лекциях видео о том, что если человек отлучат от синагоги, для него вообще свидетельствуют смерть практически. Ничего больше он сделать не может. Все пути шли через синагогу, через общины, еврейские поселения и общины и так далее. Поэтому родители его сказали, он взрослый, его и спросите. То есть, они ушли от этого ответа, дабы не быть отлученными. И так призвали человека вторично, того, кто был слеп. И сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Воздай славу Богу, в этом понимании, вот такая фраза нам присутствовала в употреблении, и значение было то, что скажи, что ты соврал. Вот Бог правда, а ты соврал, что ты был слеп и прозрел. Поэтому ты воздай ему славу, чтобы не противоречить Богу и не быть проклятым. Воздай ему славу и скажи, что ты соврал. Вот что значит эта фраза. И поэтому они добавляют, потому что мы знаем, что человек грешник. Откуда вот они это, кстати, могут знать? Понимаете, какая идет, какой поиск подтверждения своим заблуждением, используя буквально все. Он же ответил, грешник ли он, я не знаю, конечно, человек этого знать не может. Однако знаю, что слеп был и теперь вижу. Посмотрите, насколько оказался упрям, он не испугался их угрозы, воздай славу Богу. То есть они конкретно устали угрожать, что ты должен признать, что ты наврал. Он сказал, нет, я был слеп, а теперь вижу. Сказали ему, что он сделал тебе, как открыл тебе глаза. То есть еще раз расскажи нам, может быть, опять какой-то здесь подвох. Он ответил им, я уже сказал вам, и вы не услышали. Посмотрите, он уже начал даже сердиться на них. Удивительной смелости этот бывший слепой человек, удивительной смелости. Я уже вам сказал, почему вы второй раз меня слушаете, когда было одного раза сказать. Почему снова хотите слушать? И далее он вообще просто язвит им. Не хотите ли вы сделать его учениками? То есть что вы все время им интересуетесь? Наверное, вы уверовали, как и я. И обругали они его, и сказали, вот они казались буквально униженными, бывшим слепым, нищим. Ты ученик того, а мы, Моисеевы ученики. То есть всегда крестились в ученичество. Я об этом уже говорила. Они себя считают Моисеевыми учениками. И мы знаем, что Моисею говорил Бог, а об этом мы не знаем, откуда он. Вот удивительное дело. Все Писание говорит о Мессии, которого пошлет Бог, а они говорят, что не его ученики. То есть какие же они ученики, если они слово Моисея, если они Тару, если они Писание, Танах, ничего не читали, или извратили его для собственных благ. То есть они учениками Моисея тоже являться в этом плане не могут. О чем дальше скажет и Христос? Ответил человек и сказал им, это удивительно, вот ответ, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. То есть чудо, которое он совершил, это чудо совершает только Бог. А вы не знаете, откуда он, то вы не понимаете, вы не видите, что он Мессия, что он пророк. Вот это так, он говорит, и удивительно. Вы являетесь учителями израилевыми, а себя самих не учите. И далее он говорит, мы знаем, что грешников Бог не слушает, но если кто боится Бога и волю его творит, того слушает. Об этом говорит и далее еще в своих посланиях про Киаков. Мы это видим во всем Писании, что именно Давид об этом, кстати, говорит, я не видел ни одного праведника, которого бы не слышал Бог, то есть просящего хлеба, то есть просящего Слова Божия и не поимеющего его. Он говорит, я таких не видел. Далее он их обучает, понимаете, получается, что он, нищий, бывший, слепой, обучает вот этих учителей законно. Конечно, для них это оскорбительно. От века не было слышно, чтобы кто открыл глаза слепорожденному. Представляете, у человека вообще может быть, нет глаз даже. Если бы не был он от Бога, не мог бы творить ничего подобного, ничего. Для него, для простого человека это ясно, это параллель. А они, которые именно изучают и должны нести это учение о Мессии, первыми узнать его, этот свет увидеть, они его не видят, потому что глаза их слепы духовно. Вот у них ответ буквально, они огрызаются уже. Он их практически загоняет в угол. Ответили они и сказали ему, в грехах ты весь родился, и ты учишь нас? И выгнали его вон. Представляете, какую силу приобрел человек, которому открыты были глаза на Сына Божьего. какую силу слова, что они стали огрызаться, фарисеи, наделенные властью, выгнали его вон, больше ничего сделать даже ему и не могли. Услышал Иисус, что выгнали его вон, и найдя его, сказал, веруешь ты в Сына Человеческого? Почему вдруг такое сочетание? Если выгнали вон, значит, он был упрям, этот человек. Значит, он не отказался от того, что он прозрел. Он его и спрашивает, ты теперь веруешь, вот видишь, ты прозрел, но он еще даже не знает толком, как свою веру обосновать, потому и говорит слепой. Тот ответил и сказал, а кто он, Господи, чтобы я уверовал в него? То есть дай мне твое слово, дай мне научение, я буду изучать, я буду понимать, кто он есть, этот человек, этот пророк, мессия. Сказал им Иисус, и видел ты его, и говорящий с тобой, это он. И в тот раз, вот говорящий физически в данном случае, и говорящий с нами каждый день, это он, это тот Бог живой, единый Бог. Иисус посланник Божий, сын Божий, единый воли со своим Отцом. И он сказал, верую в Господи, и поклонился Ему. То есть придя от Бога единого, он может увидеть мессию. Далее мы читаем удивительные слова. И сказал Иисус на суд, пришел я в мир сей, чтобы невидящий видели, и видящие стали слепы. Нам вдруг кажется, что здесь есть противоречие, потому что до этого Христос говорил, что я не на суд пришел. И действительно, все Писание нам говорит о том, что первый приход Мессии не будет судом, а будет помощью для спасения человека, вот открыть его глаз. Почему же вдруг Христос говорит то, что он пришел на суд, хотя только второй его приход должен быть приходом суда. Но здесь, точно смотрите в оригинал, мы немного начинаем понимать. Во-первых, тот суд, который будет сам себе человек творить, потому что неверующий уже осужден. Помните, мы с вами-то читали, а почему осужден неверующий в Христа? Потому что он не знает Бога. Еще раз, если Бог не привел, он не увидит Христа. А если Бог верует, человек, Бог обязательно приведет к тому, чтобы увидеть своего сына. И здесь еще момент, не чтобы, больше можно перевести, более понятен, делается смысл. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей. Так что, вот еще есть перевод этого слова гина, которое здесь стоит греческое. Так что, невидящие видели, а видящие стали слепы. Вот так что, невидящие видели. Вот он пришел, и невидящие видеть стали, а видящие стали слепы. Кто такие невидящие? Люди, которые не знали о нем, люди, которые не считали себя знатоками Писания, ничего практически в нем не понимая. И они его увидели чистым, открытым сердцем. Бог их наполнил этим светом, глаза их открылись. А те, кто считали себя видящими, это знатоки Торы, сыны Света, как их называют в другой притче. Это фарисеи. Свет – это Тора. Изучающие Тору назывались сынами. Торы – сынами Света. Они-то считали себя зрячими, они полностью были в законе. Изучали его, преподавали другим. И они стали себя видящими, но они были слепы, стали слепы. Почему стали слепы они? Потому что они не увидели Божьего Света. И в духовном смысле они абсолютно стали слепы. Стали. То есть, как это они не были, это зафиксировал Христос, придя в этот мир. Он зафиксировал их слепоту. И если мы так же живем по букве, соблюдая внешние вещи, не обращая внимания на наше общение со Светом, истинным Светом, то мы тоже слепы духовно. Услышали это те из фарисеев, которые были с ним, и сказали ему, неужели мы слепы? То есть, они себя считают, конечно, затагами. Сказал им Иисус, если бы вы были слепы, не имели бы греха, ныне же вы говорите, мы видим, грех ваш пребывает на вас. То есть, здесь идет опять-таки аллюзия к двум пониманиям. Если бы вы были внешне слепы, физически, не было бы греха, что вы не видите. Также, если бы вы были во тьме невежества, не обучены никем, вот как этот бедный человек, то на вас тоже не было бы греха. Но так как вы сидите вообще на седалище моисеевым, вы читаетесь знатоками моего слова, то есть, вы, значит, видите, видящими этот свет, потому что вторая еще раз бы приводится свет, то так как вы себя таковыми считаете в гордости вашей, то на вас пребывает грех, потому что вы сидите на законе и не знаете его. Вот такой вот удивительный совершенный эпизод. Этот человек, прозревший, естественно, он прозревший свет истины, слово Божие, я есть свет, я есть слово, я постоянно повторяю, это одна и та же цепочка. Значит, теперь он, конечно же, уже был в храме, как прозрел, он сразу пошел в храм, для чего? Слушать слово Божие, потому что вера от слышания, не зная слова, слепоты вот этой вот, находясь, мы обязательно должны открывать глаза к Богу. Христос нам для этого и дает свой свет. Если мы этого не делаем, а изучаем Писание для того, чтобы найти подтверждение своим заблуждением и в ней продолжаем пребывать и не понимаем, что Бог един и Он творец, и славить надо только единого Бога, то мы пребываем в своих иллюзиях. То есть мы слепы в мир духовный. И если мы слепы, мы никогда не увидим света Божьего. Глаза нам надо открывать, стараться. Всем благо, хорошего времени. До свидания.